Добрый вечер, уважаемые телезрители и радиослушатели! В эфире наша миролюбивая программа «Информационная война». Миролюбивая даже, несмотря на то, что сегодня 22 февраля, завтра у нас День защитника Отечества. Но, тем не менее, если вспомнить, что Россия никогда не начинала никаких войн, она их только завершала, то действительно наша программа и наши вооруженные силы, праздник которых мы будем завтра отмечать, это действительно миролюбивая сила. Сегодняшний выпуск я хочу посвятить вооруженным силам с разных точек зрения и обсудить, собственно говоря, этот вопрос, кого мы поздравляем, что мы славим, кого мы чествуем и какие смыслы, собственно говоря, вкладываются в воинское сословие, к которому, на самом деле, несмотря на то, что люди разных профессий, мужчины, в общем-то, за свою жизнь делают разные дела, но, тем не менее, каждый мужчина в традиции русской культуры, тем не менее, воин, тем не менее, обязан знать, уметь и понимать. И, в общем-то, вот эти все смыслы я попробую сегодня выразить в нашей программе. С одной стороны, День защитника Отечества, все знают, берет свои истоки. С 18-го года, 23-го февраля, состоялось первое боевое окрещение вооруженных сил Молодой Советской Республики, которое было оформлено приказом председателя Реван-Совета. И, в общем-то, как бы этот праздник берет свои истоки с Молодой Советской Республики, которая образовалась в результате, достаточно сложно образовалась в результате контрпереворота 25 октября 1917 года по старому стилю. Но поскольку, если привязываться только к этой дате и понимать, что это как бы продолжение красных большевистских традиций, то можно и не понять, собственно говоря, сакрального смысла этой даты, этого праздника. В прошлом году, ровно год назад, в передаче, посвященной этой же дате, я коснулся вопроса русского генерального штаба и того, что часть офицеров русского генерального штаба под руководством Шапошникова, в общем-то, поддержала этот контрпереворот и явилась одним из крыльев большевистской партии. И в результате, собственно говоря, Шапошников, в конце концов, стал и начальником генерального штаба вооруженных сил Советского Союза. То есть все равно существует некая преемственность. И само название сегодняшнего праздника, вернее завтрашнего, о котором мы будем отвечать, День защитника Отечества. Он связан прежде всего с преемственностью в поколении, в преемственностью в веках всей России, которую мы знаем на писанной истории или не писанной. И вот здесь встает вопрос, собственно говоря, раз День защитника Отечества, то, безусловно, возникает вопрос, а от кого мы защищаем наше Отечество. И если посмотреть на всю историю российского государства, в каких бы аватарах, в каких бы формах оно не проявлялось, это могло быть и княжество, это могло быть союз княжеств, это могли быть города государства, это могла быть империя, это мог быть Советский Союз, это могла быть Российская Федерация. Тем не менее, суть оставалась прежней. Несмотря на то, что менялись формы правления, менялись лидеры, менялись цари, генеральные секретари и президенты, тем не менее, главная суть заключалась в том, что Россия всегда занимала колоссальные территории. На этих территориях жили народы, которые объединялись. И на самом деле эта территория и эти народы, люди, живущие на этой колоссальной территории, всегда испытывали большое давление снаружи, было большое давление среды. То есть постоянные войны, постоянные набеги, постоянные угон в рабство населения детородных, женщин, убийства и продажа рабовладения. В общем-то, история 14, 15, 16 и даже 17 веков, в общем-то, об этом и говорят. Потребность вооруженных людях, которые должны защищать среду обитания всех народов, говорящих между собой на русском языке, это святая обязанность была любой государственной формы. И мы на самом деле эту традицию продолжаем. Кроме того, что эта необходимость выработана веками, тем не менее, я хочу обратить внимание на очень важную деталь. Если вы помните, в 2014 году, когда развязались самые ожесточенные сражения на Донбассе, когда Россию обвиняли в сбитии Боинга, и, в общем-то, там была массовая информационная такая война и провокации, тем не менее, среди всех государственных структур Российской Федерации, прежде всего и именно благодаря брифингам Министерства обороны, вдумайтесь в это словосочетание, Министерство обороны не только занимается физической обороной рубежей нашей страны, подготовкой личного состава, участием в производстве новых видов вооружения, но фактически Министерство обороны подключилось и к информационной работе, и тем самым Министерство обороны на сегодняшний день становится чуть ли не главной структурообразующей, знаете, скелетом всего российского государства. То есть именно на Министерстве обороны лежит функция удерживания разных частей государства, потому что на самом деле силовых ведомств немало. Но сама цель, сам способ стояния на земле, непривязанность к любой ренте с территории, то есть вооруженные силы не берут ренты с территории, в отличие, например, от других силовых структур. И вот эта роль социальная, она ни с чем не сравнима, ни с кем и участие Генерального штаба, Вооруженных сил, Министерства обороны не только в боевой работе, в подготовке личного состава, но и в информационной работе, тем самым, чем занимается, например, наша программа, доказывает лишний раз, что вооруженные люди всей своей совокупности со своими органами управления действительно осуществляет одну из ключевых государствообразующих функций Российской Федерации. Это очень важно. Получается, что это роль вооруженных сил, а особенно, если подразумевать, что даже несмотря на то, что характер призыва немножко изменился, тем не менее, у нас все равно остается военнообязанными все мужчины соответствующих возрастов. И вот здесь я хочу коснуться очень важной части, части завтрашнего праздника, который, собственно говоря, сводится к тому понятию, которое президент Путин объявил в качестве нашей национальной идеи. Я о патриотизме. Министерство обороны, как государствообразующее, скелетная структура нашего государства, это, безусловно, четкий механизм, который работает и который, собственно говоря, работает с тем личным составом, который на сегодняшний день есть, в стиле которой доучивается в школах, пытается поступить в вузы, но тем не менее, в общем-то, обязан чему-то научиться. Поскольку давление среды на Российскую Федерацию не изменилось, а качественно даже усилилось. То есть мы с вами прекрасно понимаем, что и в 1612 году мы чувствовали на себе экспансию Запада, и в 1240 году была экспансия Запада, Александр Невский ей противостоял, а в 1812 году была экспансия Запада. То же самое повторяется и сейчас. То есть на протяжении тысячи лет ничего не меняется. Но на самом деле по сравнению, например, с 19-м, 17-м веком и 20-м у нас изменилось качество личного состава. Дело в том, что вот эти информационные технологии, которые сейчас распространены, интернет, гаджеты, мультики, кинофильмы, они на самом деле в большинстве своем производятся за рубежом. Они производятся на том же Западе. И это на самом деле накладывает определенный отпечаток на молодое мужское население, которое инфантилизируется. Доказательства инфантильности, например, можно даже найти на таком простом примере. Помните советский мультфильм «Маугли» и американский мультфильм «Маугли», «Балу», «Багира» и так далее. В принципе, два мультика, только один наш, отечественный, в нашей традиции, а второй в западной традиции. И если посмотреть на главного героя, на «Маугли», и посмотреть, какого мужчину, какой прототип мужчины описывает каждая история, то вот вам и разница, как хлеб до копейки. То есть в советском мультфильме «Маугли» молодой парень проявляет черты мужского характера, он проявляет ответственность, он проявляет лидерские качества, и, собственно говоря, он фактически и есть образ того молодого мужчины, который может стать воином. Если вспомнить старую классификацию людей, которые по жизни растут и меняют свои социальные функции, это старая русская такая классификация, на первом уровне, ну, есть такой термин, называется «смерт». Это не крепостной, это просто человек, который поесть, поспать, отправить естественную надобность, его больше ничего не интересует. Вторым этапом, кстати, вот это и есть образ консюмера, это того человека, который реагирует на рекламу, и у него, как у собаки Павлова, начинает выделяться слюна, если там появляется, например, какой-то новый айфон, и надо срочно побежать его купить. Следующим этапом появляется классификация «человек». «Человек» — это, все слышали, родить сына, построить дом, посадить дерево. То есть это, ну, в перспективе планирования, это достаточно, ну, более долгосрочное, чем купить айфон. Но, тем не менее, это 3-5 лет — это удовлетворить материальные потребности и обустроить среду для себя, для своей семьи, для своего клана. В принципе, большинство людей соответствует вот этому уровню «человек». Следующий уровень — это «Витязь». Здесь уже начинается служение. Здесь уже материальные ценности, они, безусловно, важны, потому что есть потребности, которые не обойти. Но при этом появляется и потребность, и необходимость подтягивать людей слева и справа, чтобы они достигли человеческого уровня психики. Так вот, с точки зрения того, что Министерство обороны, как скелетообразующей государственной структуре приходится работать с теми молодыми мужчинами, которые получаются по факту, нам с вами, людям военнообязанным или просто мужчинам, вышедшими из возраста военнообязанных, надо подумать не только о том, чтобы принять, например, подарки от женщин во время корпоративных праздников. Ну да, кивнуть, да, действительно, это наш праздник. Мысленно подготовиться к тому, что мы будем поздравлять женщин через две недели, а подумать о том, что качество личного состава, которое, кстати, не только упирается в 18-17-летних, чего уж там греха таить, достаточно запущенный возраст, но и качество личного состава, который, например, 30-35-40-45-50, а это еще военнообязанные, вот посмотреть на эту часть вопроса, связанному с защитником Отечества. Ведь защитник Отечества – это не только функциональное исполнение воинского долга, это не только труба загремит, надо явиться в призывной пункт, получить там все необходимое обмундирование и идти выполнять долг. Это еще и настрой, и дух, и понимание того, а кто ты, чьих ты будешь, и что ты идешь делать. Соответственно, вся эта информация, она должна точно так же быть доведена и до личного состава, который сегодня, например, ходит в школу, в последние выпускные классы, или который там учится в вузах, у которого, благодаря, например, влиянию западных средств информации, западного контента, западных фильмов, понятие Отечества, понятие Россия, понятие «родина», «патрио», «патриотизм», оно достаточно такое, размытое. При слове «патриотизм» все вспоминают Салтыкова-Щедрина, который говорит, ну, если вдруг заводят речь о патриотизме, то значит, кто-то проворвался. На самом деле у людей картина мира немножко неправильно сформулирована. Кроме управляющей структуры, которая, кстати, совершенно не имеет никакого отношения к Министерству обороны, управляющая структура разная, она и в разных регионах по-разному, там есть разные люди, там происходят разные процессы, но на самом деле это не есть родина, это есть управляющая структура территорий, на которой находятся люди. И вот если вспомнить о том, что когда речь заходит о патриотизме, это не значит, вот западная пропаганда, и украинская в том числе, очень часто говорит, вот Россия олигархическая страна, да, она олигархическая страна, но когда речь идет о защите Родины, Отечества, то слово Отечество подразумевает что-то родовое. Это подразумевает то, что у каждого мужчины есть отцы и деды, есть традиция, которая по роду передается. Эти отцы и деды тоже были воинами, они тоже в своих войнах, а мы понимаем, что в истории российского государства войн было выше крыши. Экспансия и давление Запада было такое, что мы, собственно говоря, из войн и не выходили. И нельзя сказать, что вот этот либеральный упрек, вот вы русские, вас все вокруг виноваты, вам обязательно нужен образ врага, да мы вообще никого не трогаем. Самое главное, вы нас не трогайте. И поэтому получается, ну, подмена. Когда речь идет о защите Отечества, то это прежде всего создание условий, когда никакое внешнее воздействие, ни вооруженное, ни террористическое, не может повлиять на воспроизводство родов. Народов, которые состоят из родов, которые живут на этой территории. Все меняется. Меняется управляющая вершина каждого государства. В принципе, преемственность поколения, она на том и стоит, что происходит смена управляющей надстройки над любым государством. Но Отечество, как территория, на которой живут роды, как территория, на которой живут мужчины призывного и допризывного возраста, которые могут знать, а могут и не знать. А если они не знают, то это мы им не рассказали. О том, что сохранение ареала проживания всех русских народов, живущих на этой территории, уже не одну тысячу лет, это и есть первейшая обязанность любого мужчины, любого человека, который бреется, который стрижется и который, в общем-то, планирует себе какую-то картинку будущего. Это и есть святая обязанность, она и религиозная, она кармическая, она на самом деле обязательная для каждого мужчины, который, в общем-то, начинает себя осознавать мужчиной. И вот я сегодня в канун праздника Защитника Отечества хотел поднять этот вопрос. Он, конечно, идеологический. Он, конечно, может быть чуть-чуть пафосный, может быть даже чрезмерно пафосный, но он на самом деле отражает суть этого праздника. Несмотря на то, что этот праздник зачат большевиками, причем большевиками в совокупности, там были представители Генерального штаба Российской империи, там были троцкисты, там были большевики-сталинцы, там были ленинцы, там было большое такое, знаете, конгломерат разных сил. Из этого баланса сил вычленилось, сформировалось определенное видение, которое полностью, даже несмотря на то, что это был Советский Союз, полностью соответствовало русской воинской традиции. Русская воинская традиция воспитания мальчиков, она имела колоссальные особенности. Хочу напомнить, что мальчики жили до 11 лет с женщинами, в общем-то, большого влияния мужчин не было, но с 11 лет они полностью переходили под попечительство отца, и до 21 года, 21 год только мужчина имел право жениться, до 21 года он занимался тем, что изучал воинские дисциплины. Он должен быть храбрым, он должен разбираться в кулачном бою, он должен иметь предварительные хотя бы навыки, связанные с тактикой ведения боя, он должен уметь делать расчет сил и средств, он должен быть квалифицированным воином, потому что потребность в таких людях для родов, живущих на этой территории, всегда была колоссальная. То есть набеги, внешняя экспансия – это то, с чем Россия живет на протяжении тысяч лет. Исходя из этого, праздник защитника Отечества имеет большое сакральное значение. Я хочу поздравить всех причастных, и это не только мужчины, но и женщины, которые их сопровождают. Сегодня у нас на собрании очень хорошую фразу сказала наш генеральный директор. А мы, женщины, будем вам молча подавать патроны. Ну, вы будете исполнять свой воинский долг, осуществлять свой подвиг, а мы будем подавать патроны. Кстати, молча подавать патроны. Кстати, подавать патроны – это не подвиг, молча. Вот это будет подвиг. На самом деле, защита Отечества – это обязанность, получается, родовая и сакральная для всех живущих на этой территории. Мужчины просто являются передовым отрядом, и к этому нужно быть готовым всем возрастам. Что старшей призывной категории, что младшей, что до призывников. Но самое главное – вот эту вот идею патриотическую, идеологическую, я бы даже сказал, когда в Конституции написано, что не может быть никакой идеологии, вот это и есть основная идеологическая идея, которая должна быть в каждом черепе, в каждом бьющемся сердце, потому что если мы не защитим территорию, ареал нашего проживания, то нас может и не остаться на этой планете. Речь-то идет о том, выжить или не выжить. Помните план Барбаросса? Там четко было расписано, сколько оставить народов, живущих на территории Советского Союза, а сколько зачистить. А история знает примеры, когда целыми континентами убивались люди, и зачеркивалась их история. Так вот, с нами планы нашего вот этой среды, давящей на Россию на протяжении тысячи лет, это примерно те же планы, что и с индейцами, или те же планы, что и с аборигенами Австралии. А мы просто являемся аборигенами Евразии. Мы живем здесь на протяжении тысяч лет. И вот от того, сработаем мы нормально, воспитаем ли мы нормально наших мальчиков, сами духа хватит, вот не потечь и стать воинами, и хотя бы не посрамить там память предков, от этого зависит, в конце концов, не постигнет ли нас судьба краснокожих индейцев американского континента или австралийского, и сможем ли мы развить, спасти все человечество и развить культуру человечества до такой степени, что когда-нибудь, возможно, давление Запада прекратится. И как в том фильме, помните, Духлес, там хорошая шуточка, там есть такой диалог с главным героем. Ну и офицер, который его там курировал, на вопрос, есть ли у тебя загранпаспорт, чтобы слетать в Южную Америку, он говорит, да нет, у меня паспорт, а ну по службе он и не положен. Но я и не спешу, я просто жду того момента, когда все страны станут, в общем-то, субъектами Российской Федерации. Шутка. Сегодня 22 февраля, канун праздника Защитника Отечества, праздник важный, праздник мужской. Поздравляю всех причастных с наступающим этим днем. Он не дает повода взазнаться, на самом деле это тяжелый воинский труд. Самое главное, чтобы у нас с вами было мирное небо, а мы с вами должны готовить подрастающее поколение к тому, чтобы мирное небо было не только в этом году, а через 10, 15, 20 лет. В эфире была информационная война. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok